Махарадж Харфаддад, у нас Харфаддад, про него у нас такая Харфаддад, в Ибн-Уль-Джизаре, что говорит, И здесь вот упоминается как раз то, что мы с вами говорили, адрас, помните адрас, то есть когда мы говорили про буквы, там про зубы в названиях, у нас не было такой адрас, но мы с вами уточнили, что подразумевается под адрас. То есть это уже как бы какая-то группа зубов, да, какая-то группа зубов, пять последних, если 32 есть, да, то есть пять последних. Махарадж Харфаддад, или две боковые части языка, или одна из двух боковых частей языка, да, Мама юкабилюха с тем, что стоит напротив нее, миналь адрас, адрас, то что я сказала, И десна верхних, миналь адрас, валлиссаль адрас, верхних вот этих зубов задних, да. Почему леса здесь упоминается еще? Потому что, когда мы нажимаем, да, тут нету такой принципиальности, то есть мы, у нас может быть задействованы, ну вот, верхние вот эти зубы, и частично может оно переходить, как бы соприкасаться с десами, то есть с какими-то тканями, здесь этого бояться, ну, не нужно, да, так как, ну, как бы надавливает на эти зубы, и десната может быть задействована, да, то есть здесь нету какого-то такой точной точки узкой, которая упоминается. Хорошо. И теперь у нас, так, время у нас уже, кейфиэль нот бихарфа-бат, то есть как способ произношения буква-бат. Язык или языком прижимают на, ну, ха-фа-тейн, здесь описываются как бы две стороны, да, может быть, любая из них этих сторон или две, здесь нету принципиальной разницы, значит, на две стороны, боковые, да, мы помним, уэл-парах, уэл-парах или а-аля, и вэл-парах, при этом передняя часть языка находится сверху, то есть она не лежит, например, как джим, да, у нас там было, помните, мы говорили о том, что обязательно нужно учитывать, что при джим, у нас должно быть опущение, вот это, у флорофилисан, здесь нет, здесь наоборот, у флорофилисан находится сверху, боковые части языка прикасаются, или одна из них, да, дотрагивается ощутимо, да, ощутимо дотрагивается до десны вот этих задних зубов и самих зубов также, да, то есть оно ощутимо, тут мухакам должно быть именно прикосновение, не просто которое легенько прикасается, да, вот как будто вы боитесь дотронуться вот так вот, а именно прикосновение ощутимо должно быть, да, то есть поэтому оно и является его махраджем, здесь прикосновение должно быть ощутимым. Флорофилисан дотрагивается у нас, да, мы говорили про то, что он вверх, и он тоже дотрагивается, но вот здесь это прикосновение... Ну, молодец, сама скинула. Где лапки? Да, и что? Ну, что? Зачем? Все. Все, давай, беда. Так, что у нас-то, где мы там остановились? То есть у нас верхняя часть языка тоже, передняя тоже дотран, но это трагивается к основаниям аль-усуль, да, помни, мы говорили теперь, аль-усуль, то есть вверх, где эта аль-усуль, не прямо к зубам там дотрагиваемся, к дёстам, да, а она как бы чуть-чуть дальше получается от зубов, то есть на зубы она не при... ну, не дотрагивается. да, то есть вот это аль-ман-та-ка-ан-на-та-и-е, я её называю, туда она дотрагивается. При этом язык мопару, то есть он такой прогнутый, внутри, как будто у него есть прогиб. И при произношении он немножко подаётся вперёд, немножко подаётся вперёд, и затем возвращается назад. Да, то есть как бы... как будто это... Мира, сядься уже. Как бы такое поступательное движение, да, поступило чуть-чуть вперёд и назад, и мы помним, что оно у нас как бы легонько дотрагивается впереди. Вперёд и назад. При этом протекает звук, да, внутрь, и так как у нас звук, он получается, мы его вперёд, а потом назад возвращаем. И получается звук с кожей, как будто с глотанием воды, да, когда мы пьём воду, говорим, у-у-у-у, такой звук, как глотание, похоже на глотание, да. И этот звук, он, ну, какое-то время протекает, да, он протекает какое-то время. Говорим, алг, алг, у него есть время произношения, да, этого звука. И вот это время произношения, оно и называется рахава. Почему в БАД у нас цифра рахава есть, да, то есть время произношения вот этого звука и есть рахава. А само действие, которое мы произвели, то есть как бы, ну, механическое, да, не учитывая звук, а само механическое действие, то, что язык подвинулся вперёд и вернулся назад, вот это называется иститаля. Иститаля, буква БАД, это единственная буква, да, у которой вот так вперёд-назад идёт, то есть оно, по сути, сбоку, да, у нас присоединяется, и потом вот идёт алб, алб, да, то есть есть вот это движение. Это называется иститаля. Хорошо. Есть ли здесь вопросы? Мы на вот этом моменте остановимся. Началось сегодня раньше, но не получилось начать раньше. Значит, ваше задание будет, сёстры, в принципе, то, что мы вчера там у вас было, да, сегодня. И, Эсмира, вы мне не скинули видео, я хотела выставить, и вы мне не скинули. Я отправила его с тобой вчера. Ага, хорошо, я посмотрю. Вчера не видела. И потренироваться обязательно, прочувствовать, да, вот это дёсны, посмотреть, какие зубы, да, рассмотреть именно в момент, как сказать, визуально, и проговорить, да, вот именно посмотреть, а, это у меня такие зубы, вот это там осеная, там, 1, 2, 3, 4, это то, да, просмотреть, допустим, их форму, структуру, ну, как бы, чтобы вам было более визуально, с написанием понятно, что к чему, ну, и схематически уже на картинках тоже. Плюс харфудлад, тоже прочувствовать, у кого особенно, там, проблемы с её произношением, вот, попытаться сделать всё, что мы сегодня сказали, вот эти места нащупать, прикосновения, дёсны тоже все, вот, усуль, основание, вот это всё дома прямо вот изучить структуру свою, может, у кого-то ещё там родных позаглядывать, и как это происходит, и будем на следующем уроке дальше брать. Хорошо, сёстры, Баракалагу Фикунну. Тут пишут и до десны, и до семи зубов. Где именно? Боковые части языка не касаются зубов? Нет, касается, адрас, это же и есть зубы. Да, адрас, это зубы, я же вам говорила, вы забыли, адрас, это, это зубы, пять зубов, получается, задних, если с зубомудрости считать. Хорошо, Баракалагу Фикунна, Субханакаллахума, Бихамдик, Ашадула, Аляхалла, Аната, Астахбир, Атубу Алияк, Вассаламу Алейкум, Варахматуллахи, 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 Варахматуллахи.